Сегодня у Гомеля проживает около 100 тысяч детей. Проблемы со здоровьем, у некоторых начинаются сразу после народжения, а для этого больше выключения. Разом с ним до 18-ти годов абсолютно здоровыми. Застаются добрых или 10% подлетков. Девятигодовый Микита, неогтедичный взрослый, со своей будущей профессией уже вызнажився. У дорослого жития он будет створать компьютерные огонь. Правда, при такой работе шмат часу придется проводить за компьютером, а у хлопчика уже зараз есть проблемы со зроком. Дезорукость сегодня в уголе называют эпидемией 21-го стагодия. Захорывание органов зроку мают коля 10% выхованцев детячих садов и до 60% выпускников школ. Правда, непосредственно научные установки медики обвинувачивать не спешаются. Когда практично с народжения, батьки демонструют детям мультфильмы на смартфонах, а школьники за компьютером проводят больше часу, чем на улице, заховать добрый зрок. Вельми складано. Не школа сильно портит зрение, а длительная работа на близком расстоянии. Это неправильная осанка, длительное напряжение при работе вблизи, при чтении, письме, рисовании, лепке, при рассмотрении близких предметов, при игре на компьютере, либо на гаджетах, на планшете, на телефоне. К сожалению, если детям покупают телефон, смартфон, то, как правило, через год-два у детей снижается острота зрения. Гастрит, сколеоз, дезорукость, асигматризм, самые распоседженные захворывания у школьников не изменяются уже в шмат годов. Разумцем медики переконаны, колец моленства, научать детям правилам особистой гигиены, рациональному харчеванию и корректовать режим дня с великой нагрузки у школы, многих проблем можно позбегнуть. Иншая справа, что для выконания этих парад необходимый час и жадание. Режим дня, он обязан и должен быть соблюден. То есть ребенок четко должен понимать о том, что есть время для игр, есть время для занятий, есть время для сна. И если родители допускают, попустительствуют в отношении режима дня, то, естественно, нервная система ребенка от этого страдает, она не делается крепче. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомик».